Привет, любители Москвы! И сейчас я несколько расскажу о будущем района Ивановска. Район этот находится на восточной окраине Москвы и находится между Измайловым, а также железной дорогой в Нижегородском направлении. Ну а также с востока район ограничивает кольцевой дорогам, как проповедь Амкада, непосредственно примыкает к кольцевой дороге и практически до свободного раски. То есть, если такой концевой район, в самом конце Москвы за кольцевой дорогой уже находится город Ревотов, ну и другие подмосковные населенные пункты. То есть, подмосковные. Район считается не очень престижным, хотя, в принципе, он, можно сказать, утопает в зелени, окружен практически с от всех сторон. Измайловским парком, а также Кусковским лесопарком, в другом уже за железной дорогой Нижегородского направления. Неплохо, в принципе, очень даже такой неплохой район для проживания, хотя, конечно, несомненно, достаточно удаленный от станции метро и вообще от центра города в Осуде. Ну и достаточно такой большой район. Ну, что я хочу сказать. Дело в том, что реновация этого района практически не косметика. Объясняется это тем, что в районе практически нет пятиэтажного дома. То есть, самые низкоэтажные дома – это девятиэтажные. Девятиэтажные, двенадцатиэтажные дома – самые популярные, самые распространенные вот в этом районе. Ну и также есть, в принципе, и шестнадцатэтажные дома. Ну и некоторые уже современные дома, хотя их, в принципе, не так много. Дома такие типовые. Дома такие были построены в основном в тысячсот семидесятые годы. Началась массовая застройка этого района. Тогда он назывался Южный Измайлово. Ну, а сейчас он называется Ивановское. По бывшему подмосковному селу Ивановское, которое здесь находилось до 1960 года, когда вошел состав Москвы. Добре целой дороги. Там Москва обратно. И вот, ну, в конце шестнадцатых годов началась застройка. Ну, и основная застройка – это семидесятые годы. И вот все эти районы – и 72-й, 73-й, 74-й, 75-й кварталы Ивановского. С одной стороны, то есть от шоссе «Энтузиастов» до улицы Молостовых и кольцевой дороги здесь, да, вот, значит, и, соответственно, уже по другую сторону, что центры «Энтузиастов» и до «Энтузиастов» там 90-й, 91-й квартал Ивановского. Они все застроены однотипами, в общем-то, таких девяти, двенадцати и шестнадцатиэтажными жилыми домами. То есть, в сущности, здесь нечего сносить. Кроме того, застройка здесь очень плотная, и, ну, практически тут уже даже нечего построить, даже точечно очень сложно, где-либо найти место. Потому что между домами находятся разные социальные учреждения, детские сады, школы, там, поликлиники, ну, и так далее. То есть, магазины разные, ну, поэтому… Ну, еще раз говорю, самое главное то, что здесь, в принципе, особенно нечего сносить. Но есть одно исключение, да, и, кстати, промзон тоже здесь нету. Промзона здесь далеко от этого района находится. Там действительно утопает зелень, уходят лесопарки, в основном. Ну, и вот небольшая такая жилая застройка. Ну, и, слово небольшая, наверное, неправильно, но довольно большая, но она такая компактная, и вот находится в окружении, в основном, фактически, лесопарка. В том числе, заповедная Торецка и Дуброва. Ну, и промзон тоже здесь нет, поэтому, по сути, промзоны тут тоже не застроят. Но есть одно исключение. Это исключение касается 52-го микрорайона Ивановска, который находится на границе с районом Первого. А в Перове там будут сносить очень много домов по реновациям. Там очень много пятиэтажек находятся. И в Новгиреево, в Перово там будут домов сносить много. И вот этот вот район 52-й, он находится вот прямо на границе с Перовым. И вот там, и вот там будут сносить довольно-таки много домов по реновациям. И вот там изменения ожидаются довольно значительные. Кстати, вот этот 52-й микрорайон, его часто считают 52-й микрорайон Первого. Но фактически он относится к району Ивановска. Поэтому иногда вот такая путаница происходит даже в газетах, в связи с массовой информацией. То есть пишут, где 52-й микрорайон Первого, допустим, на картах часто указывают. А допустим, в прессе, ну вообще, более-менее официально, указывают, что это 52-й микрорайон Ивановска. Ну потому что район Ивановска. Ну а когда-то, очевидно, был Перовский район. Ну и вот исторически это район Перова. Ну а теперь вот отнесен уже административно к району Ивановска. И этот район, он ограничен напольным проездом улицы Молостовых. Как раз железной дорогой Горьковского направления, там около Плаформного дерева. И первым проспектом Новогерейка. Вот так вот, в принципе, не очень большой территорий он занимает на карте. Но здесь снесут 21 живой дом, 21 пятиэтаж. И снесут ее по Федеративному проспекту дома, по Зеленому проспекту и по Саперному проекте. Ну, это довольно большие магистрали вообще по Зеленому проспекту, Федеративному проспекту. Снесут вообще очень много домов там, где-то около пятидесяти примерно. Но эти магистрали большие и они сразу охватывают несколько районов. И в Ивановском находятся только концы, вот конечный отрезок, Федеративного проспекта и Зеленого проспекта. Ну и, собственно, часть Саперного проекта. И вот там находятся довольно много пятиэтаж. И вот их как раз будут стоять. То есть, реновация и основные изменения в районе Ивановска, они коснутся именно вот этого вот небольшого микрорайона. 52-й, вот как раз где проходит Зеленый проспект, Федеративный проспект и Саперный проекте. Итак, там снесло 21 дом. Вот, можете посмотреть конкретно по карте какие-то дома. Пока еще снос не начался, но, пока здесь еще более-менее все спокойно, но уже, уже есть две стартовые площадки, которые на вас возникли. Это первая площадка. И обе площадки, они находятся на Зеленом проспекту. Первая площадка находится между 97-м и 101-м домом, там за художественную школу, там художественная школа. И вот за ней, вот между 97-м и 101-м домами, а художественная школа имеет номер 91, вот там находится площадка-предновация. Там будет строить многоэтажный жилой дом. Ну, а затем, соответственно, эти домашние сутки пятиэтажные, которые вокруг находятся, и в этот дом, очевидно, их жильцов переселят, как раз, ну, для них строится. А второй дом строится за домом, тоже по Зеленому проспекту, номер 89, корпус 2. Вот там, тут, довольно-таки, большая площадка. Там снесли часть гаражей, по крайней мере. И покушаются еще на территорию, бывшую территорию автобаза, Мосводоканала. Ну, не знаю, вроде пока она цела. Ну, там уже больше такие склады, всякие офисы. Какие-то такие вот, типа аренды уже, там Мосводоканала уже нет. Когда-то была автобаза, но сейчас еще нет. Вот, поэтому вполне могут тоже снести вот эту территорию, то есть расшириться. Может быть, еще там, там-то даже два дома могут построить. По пространству вполне может хватить. Вот, ну, пока вроде один дом строят, и вот как раз за 89-м домом. Тоже вот идет строительство многоэтажных дома по программе реновации. Ну, там отмечены разные сроки. Ну, самый минимальный, это конец 20-го года. Ну, а более такой реальный, 21-го года. Ну, наверное, где-то начало, 21-го года, где-то уже готовые дома. Вот, первые, первые дома по реновации, в этом районе. Ну, и тогда, наверное, как раз начнется уже массовый снос домов пятиэтажных, которые как раз находятся на Беленом проспекте, Федеративном проспекте и Сафионом, в районе. Ну, вот, ну, тоже, знаете, там, в Беленом проспекте еще другие есть дома по реновации. Ну, я сейчас рассказываю только про район Ивановской, поэтому мы касаемся только про район Ивановской, района Перова, там, Ордереева. Я сейчас не касаюсь, понятно. Там все намного масштабнее и намного круче будет. Может быть, я об этом тоже расскажу. Но это уже когда будем говорить о других районах. Ну, и помимо строительства новых жилых домов и сносов, соответственно, пятиэтажек, также в районе Ивановской хотят построить еще школу и детский сад. Ну, это понятно, поскольку новые дома построят большие, здесь народу станет больше, опять же, гордость вырастет. Вот, и, естественно, понадобятся новые места. Еще на заведениях, прежде всего, конечно, детский сад, школа. Построят также детскую поликлинику, хотят построить. Также досуговые центры, ну, понятно. Всякие многоконациональные центры, ну, понятно, магазины, всякие сервисные компании. Вот, также хотят построить еще и белые дорожки, ну, это понятно. Ну, и, мне кажется, так же паркинги, то есть, как, что-то типа 250 на 250 машин примерно, ну, это, мне кажется, капля в море. Это, мне кажется, ну, может, не капля в море, но, по крайней мере, маловато, так сказать. Здесь вся машина. Сейчас каждый второй, по крайней мере, по-моему, имеет машину, да? Опять же, ну, это практически во всех районах проблема с машинными местами, да, парковками. Вот, ну, в общем, хотят, по крайней мере, и такие планы. Вот, ну, в общем, будут строить вот эту инструктуру раздавительный комплекс, надо построить тоже. Вот, ну, и сделать некое озеленение территории, правда, поскольку здесь, в принципе, особо не развернешься, то озеленение там, вроде, коснется только 10 гектаров территории, ну, хоть так, да. Но, опять же, как я уже говорил, это все-таки большей степени такие вот газоны, ну, небольшие деревья, потому что, конечно, сразу вот большие деревья не вырастут, это все равно пройдет большое время. В какое-то время придется людям, наверное, пройдет, в общем, в такой достаточно пустынной окружающей обстановке, вот, так что, ну, потом, да, со временем, все это вырастет, так же, как выросли деревья вокруг пятиэтажа, которые тоже, когда-то и подъезжали, тоже были фактически пустыни, пустыни места, ну, а потом потихонечку все это обросло деревьями, и сейчас уже там пятиэтажка, буквально, сады, как-то там, в дворах, там, как за городом, ну, вот такие планы по району Ивановской, в мою точку зрения, я, наверное, постоянные зрители моих передач знают, опять же, уплотнение населения, это, опять, еще больше, так сказать, возрастает нагрузка на один квадратный метр территории, ну, в общем, район, да, который и так достаточно плотный, в принципе, вот, и, так сказать, конечно, опять же, еще более, более, отсюда следует еще более, так сказать, некомфортное условие для жизни, опять же, конечно, чем больше народу, тем, в принципе, пенчить кислороду и, естественно, менее комфортно становится очень, к сожалению. Ну, это такая закономерность, я думаю, что с этим не просто трудно спорить, потому что это факт. И, конечно, это очень печально, еще раз говорю, выход только один, это создание центров других, притяжения людей, притяжения рабочей силы, вообще населения, именно в других регионах страны, кроме Москвы. Вот это единственное, в общем-то, вышло, что вообще такой кардинальный, нормальный. Все остальное, вплотнение Москвы, ничего хорошего, мне кажется, не получится, и качество жизни в флоре жизни они будут все более и более художны. Ну, вся надежда для жителей Ивановского, это только на лесопарк окружающих, что все-таки никто не будет трогать Торецкую Дубраву, и Дималовский лесопарк, и Кутковский лесопарк, ну, по крайней мере, кардинально. Все-таки хоть какая-то есть отдушина, хоть какое-то есть место, где можно отдохнуть, как-то оздоровить. Ну, в остальном, перспективы, вот это. Ну, а так уж, естественно, каждый решает для себя, хорошо, это плохо, здесь мне это нравится. Понятно, ну, здесь многие мечтают жить в хороших условиях, в более комфортных, я имею в виду, в жилищных условиях. Ну, я вот такой, да. Иногда мечты одни, бывают такие, а мальчик. Там уж не, там уже цепь. Фондю любит тебя! Продолжение следует...